Споров остров, козырь всей российской гопоты. Вся твоя беда, что ты не остров, Вся проблема, что не остров ты. Вот Россия бесится в траншеях, Всяк орёт своё кукурику, Жаль, что за Чангарский перешей Приторочим ты к материку. Если бы тебе родняли воды, Там была бы вечная весна. Ах, ты с тобой островут свободы, Метки всем, кому земля тесна. Ни Украине, ни России очень Не достался б южный квоеден. Ты бы сказал ничей, а значит общей, Но ничем не связанным ни с кем. Греческий, турецкий, татарский, Душный, пышный, окречавший сад. Кто бы этот поводок Чангарский Перелезал тысячу лет назад? Что ж вы тавы, что ж вы кинуэсы Не пролыли три версты песка? Вы б ази сделали на месте Нынешнего скорного куска. Никакого ложного подсчёта, Хриплых от испуга голосов. Никакого пафосного флота, Кроме грозялых парусов. Никаких подосланных ищек. Но теперь-то поздно обломись. Ах же ты, Чангарский перешей. Весь дни ростов, всякий конфронизм. Я предвидел это с девяностых. Нервы скритных мне, святая Русь. Я и сам такой же полуостров, Плюху и сникапная корусь. И прогноз-то просто, как пять копеек. Внятен, как нагайка казака. Но привязан я за перешей Памяти родства и языка. Мне не понимать, чего я стою, Вечно виноватый, без вины. С трех сторон охвачен пустотою, И огнем с четвертой стороны. Так рифмует массовик затейник, Чувствуя, как смертный холодок. Перешейек сладкий свой ошейник, Родины запретный поводок. Квоздук соло, жвейный предначертан, Сказаны последние слова. Статус полуострова исчерпан. Выживают только астрологи. Дальше, по-моему, ритмическое произведение. Когда-то про меня сказал один литературный критик, что стратегии Букова – это все время сбегать в мечеть с криком «Аллаха!» нет. Это, конечно, не совсем так, но в эмигрантском аудиториях я считаю всегда. Хотя адресованно, оно прежде всего, конечно, второго персонажа. В общем, это чисто любовный послание. На два раза. Чем злит меня российский эмигрант в изгнании обычной неповедности? Куда бы ни шел, как пела Эмигрант, он к родине привязан к уповеднику. Кому назад, подумав тридцать лет, заветную черту переступивший, он мог бы успокоиться, но нет. Следит, как за любовницей убывшей, ревнует, гуглит, шарит в соцсетях. Устат ли нет привычной усмешки? Достаточно ли она на всех путях? Беспомощно, бездарно, безуспешно. Вглядится в искаженные черты, обрюзгшая, измученная самка. О, Господи, какая стала ты? И я ему спросить, какой ты самка? А ты уже забыл бы двадцать раз, увлекшись новым радостным соцсетям, но, видно, расставание для вас останется единственным событием. А вдруг она там чувствует вину, как в Метановском фильме «Бедные пястия». А вдруг она там счастлива? Да ну, не может быть, ведь я же тут несчастье. Так всю свою френд-ленту обреку на глянцевую порадку-то искусства. Смотрите, я на фоне барбекю, жены, детей, собаки, кошки, скунса, коллег, рабатки, дома, дома два. Смотри, как я втесался в штатах. А для того, чтобы бедла Москва. И та, другая. Ну и та, другая, уже другая. Ты старался зря. За призраком неслась в твоем погоне. Нет жалости, воспоминаний, зла, нет зависти. И тут просто все другое. Другие стены, запки, кровать, другой говер, другой узор на борсе. Их лишь одно способно задевать. Коль ты о них не помнишь и вовсе. Вовсе. И вот что я скажу на этот раз. Назло к вам клевредом и клебеем. Уже не зная сам, кому из вас я обращаюсь. Видимо, к обеям. Не танцы грех, судьба не черновик, судьбы не сбросить, жизни не исправить. Бежать я не намерен, я привык. Мне страшно на таких тебя оставить, иллюзий нет. На всех один позор в прогрессе я не ждал и не дождался. И не припас на случай наших ссор. Ни дома-два, ни тайного гражданства, ни бунтла на южном берегу, хотя бы на он и грезилось когда-то. Но если я действительно сбегу, то я сбегу всерьез и без разгара. Когда рискует всяческая гнусь, мне трудно с ней испытывать единство. Я так тебя люблю, что обойдусь. Когда пойму, что ты перенадеешься. Не буду изучать заметных карт, нейтральную воображаю зону. Не буду повторять, как Галич Барк, что прибегу по первому же зову просить, не стану рухней под нему. Не буду дожидаться перестройки. Я так тебя люблю лишь потому, что сам себя нашел на помойке. Я памятлив, и память мой гарант от всяческой соплиной ностальгии. Я не типичный русский эмигрант. Я тебе нужнее, чем другие. Мне ни к чему ни дружба, ни следа. Я не намерен каяться лирично. Если я уйду, то навсегда. Поэтому веди себя прилично. Очень актуальная тема кондема. Медведь его опять все чаще называют как предъемника. Поистине бессмертности. Второй, которая называется парне. Оно посвящено известному эпизоду в городе Суху. Как называл его Эскандер, Мухус. И все здесь вправо. Представители власти, в главы, Возрождая Советский Союз, Посетили обеими славой, Изумительный город Мухус. Там мы развлекались игриво, Тазя морской обоем. Вместе выпили колы и пиво, И на джипе катались вдвоем. Были сделаны подарок во вкусе Сладкозвучные восточные халвы. Близнецы появились в Мухусе В день рождения главы и главы. Чтобы парой непобедимой Управлялась страна до конца, Их назвали Володей и Димой, Нескрасившие ни мать, ни отца. Это лучший Мухусе России, Чтобы не было лишних проблем, Нас мы тоже не очень спросили, Учиняя нам этот канал. Данный путь укрепления власти, Из очей моих слезы и столь, Он, конечно, магичен отчасти, Ритуальный, но в том и восторг. Те, кто пишут стихи и романы, Как разлов, например, сурков, По природе немного шаманы Слыхали про магию слов. Чтобы правил, тандем, Невредимый, несворачиваясь клеи, Исключительно вовы и Димой Называйте вы двойни свои. Если девочка скажет вам награды За ваши труды, То скажу, как родители соскаживают, Что и в этом не будет беды. Вам опять-таки необходима Ситуация обострена. Назвайте к Вологе и Диме, Чтобы к речи стояла страна. Представляете, что нифигово Поимеют от властных щедрот Мальчик Димы и девочка Вова. Допускается наоборот. А по мне, как России родимые, Не сочтяя эту меру за лиц, Обозвать бы Вологе и Диме Все, что в мире бинарный. Вот, да, грязно, слетясь, все здорово, По небесному своду плывут Марсы, спутники Димы и Вова, Страх и в ужасах так же зовут. Вот, герои, отисея, нелюдимые, Пролагаете верный путь Между грозными Вова и Димой Прохорительную силу зовут. Живо мы не Москвою и Димой, Две столицы, пора бы понять, Назовем же их Вова и Димой. В шестилетии менять, Чтобы требовала российская слава, И не трескался яненный щит, Заменил бы левую и правую Диму Вова. Не хуже звучит. Я сочиняю для новой, Позабуд про воскресный покой, Я печатаю Димой и Вовой. То есть левый и правый покой. Пусть рассердятся прапорты с бровой, Охаревший стерильный солдат Солдафон, Сержант Солдафон, Что вы, черти, шагаете Вовой, Димой, Димой с командой и Донкой, И еще я покинул слово разделение На первую и вторую, Разобраться на Диму и Вову. Вот так, рябку и словей шагируют. Приготовься, грамотик, суровый, В паре, с сыновой, любви, Андрагина, зови Диму Вовой, Симбивоз, Вова Димой зови. Вот уставился желтый лиловый, Скромный цветик, дубой тени, Назовем его Диму да Вову, А нам это пари, не ни. Вот, мальщица прыгнует, Готова показать, как положено класс, Аппетитный Димой и Вову, Искупальник, и смотрят на нас. Дима, любимая, Чутка, нюх, Никогда не обманывала. Хочешь ты соответствовать Духу небывалой, Уважаемый прыгнул, Хочешь жизни простой, Здорованной, жизненной, Искупальник, и Гатман Макжи, Нам придется назвать тебя, вот. Потому что я Диму, Нужу.